Время первых открытий, научных экспериментов, взлётов и падений. Студенческие годы называют одними из лучших в жизни. Страницу детства в этом году перелеснули 5 тысяч ульяновских выпускников. Почти две тысячи из них – первокурсники Ульяновского государственного технического университета. Обучаться ребята будут как по традиционным направлениям, связанным с инженерным делом, так и по новым, которые вошли в учебный план в этом году. Научные направления, очень важные для технологического прорыва нашей страны, приходят уже к студентам в виде новых образовательных программ. Например, факультет информационных систем и технологий принимает на три направления подготовки по профилю искусственный интеллект. И мы это делаем впервые. Напутственные слова, будущие авиастроители, связисты, программисты, журналисты и остальные мастера востребованных профессий, услышали от главы региона. Алексей Русских подчеркнул важность сделанного ребятами выбора. Сейчас задача не останавливаться на полпути, усердно учиться и не бояться смелых решений. Я хочу пожелать вам смелости и уверенности, находчивости и удачи во всех будущих начинаниях. Смело идите по выбранному пути и помните, что мы ждем вас на наших предприятиях. Губернатор на собственном примере рассказал ребятам из лицея при ОЛГТУ, что усердный труд и любознательность открывают двери от самых заветных желаний. Лекция первого лица региона, составляющая акции «Поделись своим знанием». Она проходит уже в четвертый раз на просторах области. Сухим докладом о важности образования приглашенные гости предпочитают неформальный разговор. Эта акция в первую очередь будет не только интересна нашим спикерам, активным участникам, но и, конечно же, ребятам, которые встретятся в неформальной обстановке с интересными людьми и узнают очень интересно много нового и пополнят свою копилку знаний. Темы для беседы каждый раз разные. В этот раз в аудитории звучали вопросы относительно мира робототехники. Как далеко шагнули технологии, за кем первые шаги в развитии направления. Выступление полностью захватило внимание подростков. Для себя узнал то, что дроны – это не просто развлекательная вещь, которой можно видосы снимать или еще что-то другое, а действительно она используется в большем количестве сфер, чем я предполагал до этого. Мне кажется, эта лекция нам помогла определиться с будущей профессией. Возможно, мы сами пойдем по этой специальности роботехникой и будем помогать стране работать на благо страны. Сделать первые шаги в этом направлении помогут преподаватели. После их место займет руководитель практики на градообразующих предприятиях региона. В конечном итоге сегодняшние студенты станут двигателями прогресса своей малой родины и страны в целом.